Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 марта. И вот только что я показывала перец, который был распекирован. Ну, четвертый день ему пошел. Я сказала, что пекировка прошла удачно. У него и семидольки все целые. Если бы им пожелтеть, отвалиться, это было бы уже заметно. И это я показала как удачный пример пекировки. Но у меня есть и менее удачный. Но я не считаю его менее удачным. Ну, то есть есть и пример, когда я могу вам показать с отвалившимися семидолями. Вот про эти перцы я сказала, что 2 недели нужно им на адаптацию. Вот на все это. 2 недели их нельзя не подкармливать, ничего лучше не трогать. Вот проходит 2 недели. Вот эти перцы я пекировала ровно 2 недели назад. И вы видите, что семидольки у них валяются. Я даже убирать ничего не стала. Обычно я убираю. Вон они лежат, семидоли, которые отвалились. И вроде как сначала, когда только что распикируешь, и когда на следующий день видишь, что семидольные листья, ну на следующий день, через 2, через 3, видишь, что семидольные листья прям опадают с перцев, кажется, что это трагедия. И вот поверьте мне, каждый второй вопрос, который связан с проблемами рассады перца, выглядит примерно так. Почему у меня отвалились семидольные листья? Или караул, семидольные листья желтеют и опадают? И вот я обещала поговорить на эту тему очень много, но я просто хотела подождать, чтобы вот эти перцы немножко у меня пришли в себя, и чтобы показать, что это не такая уж трагедия, это не караул, не сос, ничего. И вот Светлана Копченко, последний комментарий я вчера, по-моему, прочитала, пишет, у перчиков отвалились семидоли. Почему? Некоторые пишут, что я делаю не так. Я хочу всех успокоить начинающих. Это не вы что-то делаете не так. И причину, почему, вам никто не назовёт. Потому что это, можно даже сказать, такой специфической чертой рассады перца, он сбрасывает листья от любого стресса. Он может сбросить у вас не только семидольные листья. Некоторые замечают, что когда пересаживают, например, с повреждением корневой системы, когда в лотке выращивается перец и нужно высадить в открытый грунт, вот при этой пересадке он может сбросить и настоящие листья, он может сбросить и бутоны, и цветки, если там они есть, я уже говорила. И может сбросить даже вот эти перчинки первые, которые завязались. Тут два варианта. Может он сохранить их, а может и сбросить. Обычно сбрасывает, если повреждается корневая система. Так вот, пикировка для перца, я уже много-много раз говорила, что он более нежный, он более такой капризный. Именно во время пикировки, и некоторые только из-за этого избегают вот эту процедуру пикировки, потому что при повреждении корневой системы, даже при малейшем, хоть как вот нежно с ним обходиться, для него это стресс. Он показывает, что ему это вот категорически не нравится, и как бы в знак протеста он эти листья сбрасывает. Но он, конечно, можно сказать, что это такое показное, потому что он сбрасывает, обычно начинает только семидольки сбрасывать. Остальные-то он листья не сбрасывает, он знает, что ему еще дальше с ними жить. А семидоли, они вроде как уже выполнили свою роль, они нужны только вот в самом-самом таком, в первой фазе развития. Вы знаете, что и у томатов мы часто видим, как только начинает развиваться вот эта остальная зеленая масса молодых листьев, семидольки желтеют, засыхают и сами отваливаются. И у перца тоже, они сами когда-то все равно отвалились бы, они уже не нужны. Это вот как у ракеты, которую запускают, вот эти ступени, которые откидывает она, так и это. Вот смотрите, перец, несмотря на то, что он у меня сбросил семидоли, видно, что общее состояние прекрасное. Вот эти вот, которые светло-зеленые, это все уже наросли здесь за эти две недели, потому что когда я пикировала, он был, конечно, не с пятью-шестью листьями, сейчас уже раз, два, три, четыре, шесть листьев настоящих. Но если общую картину показать, то, конечно, различаются. Когда я пикировала, я вам рассказывала, что здесь вот мои семинары Амира, потом Бигмама, а справа магазинные, которые плохо всходили, и общая картина, но это зависит уже не от пикировки, видно, что вот левая часть, она более жирная, более такие раскидистые кустики, а правая, которая с магазинных семян, они не всходили долго, и какие-то у них были уродливые шапки, они плохо снимали. Эти чуть меньше, но все равно, все они прошли адаптацию, и несмотря на то, что они сбросили семидольные листья, они сбросили, пожелтели листья прямо сразу после пикировки в первый день, все равно они все жизнеспособны, я их буду дальше выращивать, конечно, вот эти вообще загляденье, мне нравятся листики. И теперь, вот через две недели, если у кого-то такое, как недовольство внешним видом рассада перца, то можно сделать немножко подкормку. Какую подкормку делать в первую очередь, с какой начинать, я расскажу, конечно, отдельно, это не тема этого урока, там надо все подробно разбирать по полочкам, чтобы не ошибиться, чтобы ничего... Но я скажу честно, в большинстве случаев, по несколько лет, это может продолжаться год за годом, я иногда даже не делаю вообще никакую подкормку, потому что у меня времени обычно не хватает, перец и так прекрасно растет. Просто хочу напомнить, что азотосодержащие подкормки, сильно где большой процент азота, сразу говорю, отметайте, и все навозные удобрения не применяйте к перцу. Перекормленная рассада перца, она будет вести себя еще хуже, она более восприимчива к болезням, чем та, которая недокормленная. Хоть они выглядят такими маленькими, такими невысокими, нежирненькими, но они более выносливые, чем те, которые вы раскормите на азоте. Так что, дорогие мои огородники, особенно начинающие, если перец сбросил семидольные листья, я не могу, конечно, сказать, не обращайте на это совсем внимания, но это очень такое распространенное явление, у опытных огородников спросите, нет ни одного, наверное, человека, у которого бы не было случая, когда перец сбросит семидольные листья. Вот у меня бывает очень часто, видите, и еще одни и те же руки, одни и те же земля и кассеты, вот один раз они сбросили семидоли, а второй раз они не сбросили, но я больше чем уверена, что вот эти в процессе роста, та рассада, семидольные листья все равно будут помаленьку усыхать, желтеть, и в конце концов они нашему перцу вообще не нужны будут. Мы при высадке их отщипываем, как старые ненужные, или они сами отвалятся в открытом грунте. Все, до свидания. Это про рассаду перца. Пока все растет хорошо, хоть и с разными темпами. Вот правый фланг у нас отступает, ну как, отстает немного, эти вырвались вперед, вот мне нравятся прям вот эти такие хорошие перчики. Но, по крайней мере, видно по кассете, что ни один перец, именно рассада перца, после пикировки не погиб. Все ячейки заняты, значит, все они, пикировка, можно тоже сказать, прошла удачно, несмотря на то, что листья семидольные, перец сбросил.